О, литература про литературу. Совершенно оригинальный текст. От Голубой чашки ушли. Совершенно другие литературы. Ну да, это что-то, что... Жизнь. Чашка ни при чем. Это очень, очень хороший текст. Он меня совершенно купил. Дивный свободный дыхание. Ты снимаешь? Дивный. То есть такое свободное дыхание. Одна строчка только мне. Вот у всех я нашла какую-то строчку, которую мне захотелось переписать. И у вас нашла. У вас ничего не нацепила, никакая строчка. Конечно, на слух трудно. Я все-таки глазами смотрела. Она и по дыханию сбивается, и драматически она сомнительная. Как тянет выше, она дели ниже. Вот и воздух свежий, и любой звенящий дальше. Как тянет выше, а на деле ниже. Воздух... Ну, ну, здесь... Ну, по-первых, здесь это на деле. Правда, нет? Вы думали бы, на деле одно неромантическое, на тесеное, одно козеное какое-то на деле. И воздух тянет, как тут это тоже глагол до воздуха. Нет, все-таки тянет ниже. Вот это невозможно сочетать. Тянет ниже. Он невозможно и драматически. И не надо это объяснять. Нет, это ощущение всем знакомое. Понимаешь, знаете, оно может тянуть вверх или вниз. Здесь не может быть этой сравнительной степени ниже. Просто по языку не может быть. Тянет ниже. Это нельзя так сказать. Может быть, вверх или вниз. Я просто думаю, что, может быть, это вообще надо переделать в то, что тянет выше. Но мы же понимаем, что если моешь окна на 21 этаже, и тебя тянет выше, можно не пояснять читателю, что на деле ниже. Ну, вот я тут пыталась это исправить. Я думаю, так тянет вверх. И дальше, ну, это я привезла, так тянет, тянет вниз. Потому что здесь, конечно, должен быть глагол из четырех словов. Он не тянет, тянет, а что-то там. Он не соглашает. Вот нужно яму, влечу. Что-то. Так, тра-та-та-та-та вниз. Нужно вниз. Как-то так это вот. Это должно быть исправлено. Какой здесь чудесный повтор. Вот этот ктишок, он как раз хорошо показывает, что в стихотворении повтор, он ничего не закрепляет, а наоборот, с каждым возвращением вызывает все больше и больше сомнений. Я точно ничего не разбивала, дверь им не разбивала. Второй раз я точно ничего не разбивала, а ты точно ничего не разбивала. Третий раз я точно ничего не разбивала. Врет. Она, она точно. Не может она так часто это повторять, если она не имеет к этому отношения. И когда это четвертый раз, я точно ничего не разбивала. Мы возвращаемся в начало. То есть мы здесь проходим весь путь утверждения, сомнения, вранье и утверждения опять. Это так прелестно, это вот из серии, что только поэзия может. Прозаик повторит, это будет значить то же самое. Но в стихах, поскольку мы знаем ценность каждого слова, каждой строчке, мы понимаем, что это никакой повторный случай. Ничего не может быть повторено на стихах. Даже если те же самые слова, это уже не те же самые слова, после того, что было выше прады, нет? А может там тоже сделать повторный рефрен? Юлю, бери свою камеру. Так тянет выше, а на самом деле вниз. Что-то вот такое. Еще рефрен отдать. А я думаю, что вообще вниз, не надо. Так тянет выше, а на самом деле так хочется, чтобы внутри запела. Да, может действительно просто так тянет выше, а на самом деле так хочется, чтобы внутри запела, чтобы играло, отражалось. Там уже дальше идет взлетать и падать. Да. Это направление дается. Собственно, весь же стишок, он замечательно пространственно выстроен. Мы начинаем с колодца, в колодце отражается небо, и вот эти перемещения в пространстве, они разбиваются в нашем рефрене, который как нас внутри их отмечает. Сначала мы в колодце, там голубой рефрен, и у нас небо, мы туда, да? Вот у нас низ задан, вверх и задан, задано вот это колебательное движение непонятно куда, вверх или вниз, и потом у нас что? Дождь, который это дело соединяет. Небо идет на землю, все той же водой, то есть здесь очень красиво это сделано, вот это движение и это движение, потом вот это движение, которое сужается в ладони, и весь стишочек, вот эта точка схода, да, перспектива, оттолкнулись, взлетели, сошлось. Я, да, вот это движение, это очень красиво сделано. Здесь настолько непротивлечивое пространство, почему в этом стишке так свободно дышится? Потому что...